Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение партии за Аравию в Сидмерс Цивилизейшн 6. Если вы не видели начало, то рекомендую прямо сейчас перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным, приятного продолжения просмотра. На политическую философию переключиться. Тут уже четверо, кстати, сидят в ней. Так, какой пантеон? Священные места за тундру, пустыня, кстати, пустыня. Ну, тут одна клетка пустыни. Тропические леса при создании чудеса древнего мира античности. Тоже можно взять. От рыбацких судов. Вера от кеменоломи, от рудников редких и бонусных ресурсов. Ну, кстати, железо у меня есть. А больше рудников и не на чем-то. Пищи от плантации, вино, благовоние, чай, кофе. Ну, у меня чай, его немного, правда. Производство на рудниках на стратегических ресурсах. Тоже железо, на них всего два железа. Город растет на 10% быстрее. Границы расширяются быстрее. То есть, растет в районах в городах без. Давайте попробуем вот это взять. Блин. Лара есть там бонус, да? Что она гарантированно получает последнего пророка. Да. Вот это мне не нравится, что Грек себя ведет по село. Честно вам скажу. Грек себя ведет по село. 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 Грек, ставить тут город не очень хорошая идея А куда мне ставить? Я не успею, конечно, сюда Ему помешать, скорее всего, вот тут и будет ставить город Раз, два, три Ну, в течении, сейчас я на него нападу, он будет тут ставить город Вопрос подождать или нападать Ну, ему реально негде ставить просто Может мне еще подождать пока То есть мне главное, чтобы он туда вот выше еще не пошел Вопрос подождать У перца 21,7 уже У меня культуры маловато, откровенно Это была Everything has its limit У меня нет У меня нет У меня нет Так, тут я не пройду Может попросить у грека Ой, у грека, у испанца Да, у него Мадрид реально далеко Конечно, я буду Так, тутшу потихоньку начнем стриме изучать долго он выбирал где город поставить на железе зато я могу тут город поставить сразу спасибо греку за поселенцы я его предупреждал что это не очень хорошие идеи если я грешки объявлю войну то мои послы оттуда уйдут навсегда да по моему да давайте начнут еще одно устроить мне надо тут я город поставлю мне это вообще нас слышишь нет вышел как со война лёша решил не украсть поселом видимо не хочет в этом город стал поэтому какая война собрал 8 и все не украсть а захватить я тебе предупредил что это не очень хорошая идея тоже не слышал что-то отвратительную я не очень хорошо так олигархи уважаю как олигархи уважаю как а как а как 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 так как Ну, я случайно зачистил, так что, если от него деньги. А, я-то думаю, что за звук. Спасибо. Так бы Грек бы его зачистил бы. Это, скажем так, жест хорошей воли. Я понял. Немец, мы дружбу будем подписывать? Доброй воли, а не хорошей. Он, видите, мне кажется, тоже тут хотел где-то ставить город. Но фаст клик победил. Алексей, там вправо край вселенной, но две ГГшки ты и по над морем встретишь. Окей. То есть, на твоем вот этом огромном полуострове, твоем личном, пять ГГшек, да? И куча территорий. Нет, там еще один полуостров дальше, на котором две ГГшки. Короче, судя по тому, что я исследовал, примерно на той территории, на которой вы вчетвером ютитесь, такая вся территория Испанцу отдана. Ну, у меня вот семь ГГшек справа от меня. Да ладно, блин, ну это издевательство. Как дебил столько строил его. Слушайте, так я реально получу сейчас, тогда получается, пророка. Я могу не сказать. Странный баланс, конечно. Пророка сейчас возьмет грек, и на пророка идет еще и этот перс. Прикольно. Вот, стэка встретил. Где-то Алексея встретим. Я вот ниже твоих городов. А, вижу. Этот пришел. Как же меня варвары эти доста... Это видео подготовлено при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru, и они тоже развиваются пока в открытом бета-тесте, но после нового года мне разработчики обещали выкатить глобальное обновление, после которого все игроки смогут оказаться в одном огромном большом космосе. Да и сейчас в игре много всего интересного. Не забудьте заглянуть в consolewar.ru. Так, давайте распределим. У меня тут... Или не принято. Сейчас, подождите. Я, наверное, сейчас быстренько на один ход возьму, да. Чтобы два посла было, я в Нан Мадонны Вокланд отправлю по одному послу, чтобы сразу два получить. Так, вот это можно поменять. Давайте, наверное... золото от торговых путей пока. Кто что думает делать с персией? Он там уже в космос собирает? Да, у него космопорт достраивается, кстати. Я вижу ядерки, да? Ядерок не вижу, космопорт вижу. Ну все. Грек, я готов мир заключить, если что. Если ты что-то отвечал, то мы не слышали. Я тоже. Тогда не граблю пока. Пока. Немец. Ну, зависит от того, что ты делать будешь. Если ты не будешь уже ничего делать, то я не буду грабить. Просто ходить. Немец. Немец, ты тут? Да, я немец. Копейщик, когда бить варварского или нет? Да, конечно, добей. Ну, давайте думать. У меня, по идее, 6 городов. Ну, я не знаю, может, нормальные стоят. А вот дальше, где мне что-то стоят? Штраф идет довольно серьезно за количество городов. Поэтому я смотрю на стыка, на его города и что-то, блин. Я себя вот вообще бы совсем не хотел бы захватывать. Или может оставить 6 городов. Просто, получается, если Курдизас в патче сделал 5% по каждому городу. У меня смысла не было, чтобы вначале воевать. Если бы не было штрафа, я бы уже давным-давно на тебя в начале игры пошел. Мне вообще производство надо. Я бы сюда пошел, наверное. Древние стены построить надо. А это этого штрафа, ну, я. Ну, Лиссабон. Торговый путь, футоводец. Мне очень нужен концу. Торговый путь. Торговый путь. Так, а этот имперс принят религию. Все это время, это стейдж. Все это... Два хода. да ну тут у испанца конечно крутые бонусы он вот эти все ггшки считайте первым понаходил все тут и два производства есть сверху и деньги и культура ну круто конечно что стоит военный лагерь грек против меня мне надо военный лагерь тут построить валя по кстати мне петра будет неплохо артисты какой-то сейчас предложение посылал это я просто смотрел проверял наверно тебе пришло хотя я не подтверждал сделку я нажимал отклонить рабочие нужны мне денег нету обычных покупаю видимо так бак и остался на ну да кстати может это за сбок твоего патча такой что такое ну предложение приходит еще когда ты их не отправил то что начиная с предложения они уже человеку пришли и нету кнопки отправить в том предложении дипломатия никак ты менял количество ходов мира там 10 ходов его может как повлияло нет прикольно могу военный лагерь что сказать но так как мы договаривались то не буду грека можешь убрать лучника я вот пройду по этой клетке потом вниз пойду там некуда вниз мне все равно там надо исследовать и не обходить эту гору и это новость и меня вначале игры не пустил тебе правильно ну я сейчас получен у того если ну то попаду просто обойдя озеро и гору какая разницу обходи получит так жадный грек центр коммерции готов кир между тем наращивать военную мощь готовьтесь ребятам готовьтесь кто наращивает пропадает я так и не услышал кир кир походу наращивает военную мощь я так понял да у него давно уже такая самая так и рядом немец подождите это говорит немец который у которого больше всех армии ну да немец на первом месте говорит немец уже давно на первом месте осторожно там все вокруг наращивают улетает на самом деле немец далеко всех обогнал типичная ффа круто за спасибо что предупредил точно получил смотрите пророка я теперь на счастье возьму и ват я быстрее нет кир тоже основал религию так поселенцы завершено 45 и и и и и и и тут будет крутой кампус священное медина неплохой город в принципе неплохой еще и арма тут а а и и и и это армаг 팬� ik от дону и спа у испанцы короче раз два три четыре пять шесть 6 городов государств которых он встретил первым два из них торговых два производственных и по одному культурному и тут всего одно религиозно все очень неплохо и одно военное но это его вот самое крутое конечно старту испанцы офигенно торонто ему надо захватывать по идее меня так вот так вот у него будет его чистый испанский полуостров и он бы себя очень хорошо чувствовать так-то от производственных от культурных пока выхлопа не особо ни тех ни тех районов нет даже торговых районов нет смысле ты получаешь все равно производство первого посла 5 x 3 до получаешь 1 до 100 ты вы это как-то нету выхлоп это очень неплохие выхлопы было от первого посла до а вот от 3 по конец при полу канат солнца били моего разведчика тут к сожалению грек не пропустила играет какой испанец я не понял ты сейчас стоял в соседней клетке с руиной и взял пошел направо я не видел руину вообще вся клетки в соседней клетке с ней стоял как ты ее не видел под лиссабоном посмотри лиссабон а да вот вижу на этом на берегу да на побережье и ты с ней стоял просто в соседней клетке в прям справа от нее ну правда как равно забирайте да уж заберу это вы хотели что-то с этим делать сперс по науке у него больше так это немец и хотел с поэтому он по науке начинают проседать так ну давайте попробуем пока в 6 городов поиграть кто там воюет с кем он все еще с греком поэтому амстердам не войну объявил а и а и и и и и и Смотрите, а сахар у нас сейчас считается, что он добывается или... Да, есть сахар Значит, мне сахар, ртуч И все, и нет у меня никаких других ресурсов Так, Генедину давайте перекинем, у этой идеи пройдет дорога Ацтека, ты можешь? Можешь своего лучника подвинуть около Аскопоцолька, чтобы я вверх мог скаутом пробежать? Зачем тебе туда бежать? Карту исследовать А там нечего исследовать Ну бери Ну я там пробегу вообще, то есть там не сходятся ваши границы? Ну нет, ну там ничего нет Ну бери Блин, я забыл принять, давайте этиологию открою Я просто не знаю как справа, но слева ты потом можешь не выйти Блин, вот это не поменял Поселенцев не поменял Три хода надо Блин Блин, блин, блин Нафига мне древние стены Вот сейчас я затыкал, честно говоря Нормальные люди верят, что если это О, каучки Надо этих ребят апнуть Так 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 нафига себе иду 70 70 рублей стоит купить эту клетку блин надо было камень обрабатывать тупой лёша так здесь мы торговцы построим и и Все средневековые Выходят А, ну я тут тоже до Средневековья Недалеко, вот у меня проблема, что я по культуре Довольно сильно отстойте В Средневековье вот уже тут По культуре вышли В чем проблемка Так, давайте по городам посмотрим, что тут Расти не надо Тут растет Тут растет Здесь минус подовольства Тут растет и тут растет Здесь, кстати, очень неплохо будет Водяная мельница Потому что аж 4 Пшенички, по идее Должно быть Слушай, а Курдизаса Как вообще работает этот? Штраф к науке Потому что я ставил города Специально осмотрел стоимость технологии Они никак не изменялись Я понимаю, минус 5% Ну, к чему 5%? Потому что Ну, просто там для примера Я вот ставил город Когда было мореходство не открыто у меня И деньги Мореходство как стоило 25% науке И деньги как 60% науке стоило Так и продукт Уменьшается Уменьшается Стабильность науки в городах А, в городах Точно вижу Да, минус Минус процент Все, я понял То есть Генерация науки именно Ну и, соответственно, культуры тоже, да? Да Так, Лиссабон Тут 2 Что Бандар Брюней дает? Ваши торговые посты в иностранных городах Ну, это поинтересней Так, давайте поменяем Значит, теперь плюс 2 влияния Поселенцы нафиг нужны Возьмем Давайте пока просто плюс производства Возьмем Или, блин, создание строительства Строительства Ну, новый контент только сейчас открыли Звучит Звучит в Каире торговый путь и в Алеппо ок так, я уже 4 фермы сделал тут будет 5 немец, с кем ты там воевать собрался? вот тут, например, там 3 лучника вот там для арбалетов и так далее вот именно из-за этого повышается ну да, у меня ну да ну а потом они апаются в арбалеты и еще больше повышается все огромная территория вот столько не давал не хотел, чтобы тут шел ее рассматривать куча интересной территории почему бы и не посмотреть не отрываться с собой в науку не уходить чтобы где-то не стали убивать ну все с тобой понятно у меня сверху варвары пруд, у меня нету столько сил ну немцы еще места хорошие ну неплохие это точно это точно нету Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И золото торговых путей... Торговые пути мы тут запускаем... Так, здесь пора... Блин, амбар... Ну и... Этих хочется пророков тоже... Ну, вот здесь распространить религию хочется... На самом деле... Ладно, давайте святилище... Не хватает немного... Довольство надо бы... Обработать... Сахар... И... Меняться... А вот сахар... Давайте-ка я тут обработаю его... А вон еще чайок... Одну бесплатную... Давайте, наверное, возьму... Копию этого ресурса... Пойти, не знаю, какие-нибудь пряности, например... Или китов... Вот... Просто, чтобы сразу получить... Да, наверное, давайте... Не знаю, когда я еще этих китов обработаю... А что, я не могу на воду спускаться... Не могу... Давайте навигацию по звездам как раз откроем... Попрокачиваемся немного скаута... Попрокачиваемся немного скаута... Жалко, конечно... Там был один убит у меня... Ну, а тут плотничком... Смотрите, как... Греция... Германия... Ацтеки... И... Персия... Я бы тоже был плотничком... Если бы не... Горы меня защищающие... То есть... То, что тут горы вот так есть... Это... Здорово, по-моему... Строительство ускорено... Защищу и строительство... А, водяная мельница... В Медине... Счастья не хватает... Теперь... Так... Теперь я хочу с кем-нибудь... С сахарком... Поменяться... Блин, да что, у всех сахар, что ли, есть? Сейчас гляну что-то еще... У немца, например... Тоже... У всех есть сахар... Ну вот... Рэдди... Принял условия... Хотя я их еще ему даже не отправил... Вот... Такой глюк... Предложение... То есть... Ты просто когда создаешь предложение... Оно почему-то сразу уже отправляется человеку... Ух... 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 Мое предложение кому-нибудь приходило? Нет... Ух... 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 Вот... Может сейчас опять... Попробую... Я не буду принимать... Попробуем что-нибудь... Начать создавать предложение, но не отправлять его... То есть... Сейчас видно? Скажем так... Нет, не видно... Скажем так... Этот глюк... Вот если у тебя нету кнопки отправить предложение... Вот этой зеленой... Значит это вот этот глюк... Вот сейчас пришло... Нет... Дипломы... Семейк... Дил... Нотификация... Месседж... Вообще пришло что-то без... Без текста... А ты мне тоже когда кидал предложение... У меня тоже пришла переменная... А... Ну вот переменная приходит... То есть... Вот мне сейчас пришла тебя переменная... Типа железа на сахар... Переменные приходят... Если нету... Перевода получается на нее... Ну... Текстовки не подставлено под перемену... Либо... Шрепко значит где-то в HTML файлах... О... Неужели я чьи-то границы вижу... Звучит музыка... Эта вот! Нет... Они не тоже ведь... Они не подставлены на него... Вот... Так... Ого... Это... Субтитры... Шрепко значит... Да... надо побольше не священных мест все-таки процент идет здесь я куплю наверно миссионера это или в стране в поле вcera и и и Some of which actually happened. I don't know. не то я открыл надо судостроение открыть каире надо вторую галеру пожалуй построить понтенал из моста канал так этого пока подождем а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок В общем, карта получилась Два больших континента Объединенной тоненькой перемычкой И на одном континенте Мы с пятером, а на другом один испанец Класс Дима Торзок 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 Перенесем. Проплыв через океан две гавани картографии. Еще руинку нашел. Что-то ребята не очень по разведыванию. Вот интересно, ара, я смотрю, отношения. Минус один, неизвестная причина, плюс три, неизвестная причина, минус четыре, неизвестная причина. Чем я тебя расстроил? Дефенция superior to opulence. Далее китов, я так понимаю. Да, отлично. Это с кем-то чайными пакетиками поторговать. Блин, у отстыка. Какое ощущение, что сахар и... Чай прям у всех есть. Ну, а почему у меня один? Хотя пишет, что у меня их два. А, это не сахар, это этот. То есть, не чайный пакетик. Нет, чайный пакетик два. От Бандар Брюней. Так, тогда надо поторговать с Киром. Не с Киром. У кого тут был чайный пакетик-то? Ой, не чайный, ты. Пакеты у меня есть. Да, ё-моё. Так, священное место тут тоже построили. Загляните на сайт consolewar.ru, а после регистрации введите кодовое словосочетание Лёша Рептилоид. Ну, а на сегодня всё. Продолжение партии, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что засорели до конца. Я, Лёша Колецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы засорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества. Для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры.